Хотел развернуться. Водитель ВАЗа не успел совершить маневр и получил удар со встречной полосы. Момент попал в объектив камеры видеорегистратора. Об этой аварии и других ДТП в репортаже нашего корреспондента. Улица Воровского. ВАЗ 15 модели идет на разворот. На встречке едет джип. Машины сошлись лоб в лоб. От удара легковушка предполагаемого виновника развернула так, что она едва не столкнулась с маршруткой. А пассажирский поезд снес легковушку. Авария случилась в Озерске. По предварительной версии автомобиль марки «Шевроле», которым управляла 35-летняя женщина, внезапно выскочил на железнодорожные пути. Локомотив затормозить не успел. В итоге протащил машину по рельсам около 120 метров. Автоледи, которая управляла легковушкой, госпитализирована. Никто из пассажиров поезда не пострадал. На два часа было остановлено движение поездов. А это трасса под Чебаркулем. Столкнулись две легковушки. Один человек погиб, двое пострадали. Дорогу не поделили ВАЗ-14 модели и ВАЗ-12. 34-летний шофер этой машины погиб. Две пассажирки пострадали. 21-летний военный за рулем другой легковушки серьезных травм не получил. Как случилась авария, сейчас выясняют инспекторы ГАИ. Странное ДТП запечатлил очевидец в Курчатовском районе. Три машины встали на проезжей части. Инцидент произошел рядом с домом по улице Маршала Чайкова, 29. Автор видео сообщает, слышал скрежет резины по асфальту, а затем хлопок. Удар, вероятнее всего, был не сильный. У машин поврежден кузов. Голливудский занос запечатлела уличная камера наблюдения в Магнитогорске. В ДТП пострадало сразу три автомобиля. Вот легковушка едет по дороге. В определенный момент уходит в занос и цепляет две попутные машины. Видео разместили в соцсети. Мнение людей разделилось. Кто-то посчитал, что скорость автомобилиста была слишком высока для скользкой дороги. Остальные считают виновниками аварии коммунальные службы, которые допустили прорыв воды на проезжую часть. Из-за чего водитель и потерял управление.